В минувшие выходные на Московскую область выпала более 100% месячной нормы осадков. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В аэропортах отменено более сотни рейсов. В Москве введено свободное посещение учебных заведений. В ряде муниципалитетов Подмосковья перебои с электропитанием. А снег? Всё идёт. Как со стихией борются власти Ленинского района в нашем сюжете. Нынешняя зима демонстрирует крайности. То почти полное отсутствие снега на Новый год, то рекордные снегопады, которых не видели лет 100. Если первое всего лишь подпортило праздничное настроение, то второе стало серьёзной проблемой. И усугубилась она в первый рабочий день после обильных снегопадов. Несмотря на то, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, с рекордным количеством снега они явно не справляются. А потому руководство муниципалитета определило главное направление в работе. Сложилась сложная, чрезвычайно метеорологическая ситуация. Нам всем предстояло в первую очередь чистить дороги общего пользования, чтобы у нас пассажирский транспорт не остановился, чтобы у нас была доступность в том числе к объектам социальной инфраструктуры. Многие автолюбители проигнорировали призыв власти отказаться от использования личного транспорта и сели за руль. Вследствие чего утром не только они оказались в ловушке, но и те, кто пользуется общественным транспортом. Задержка транспорта сегодня происходит исключительно потому, что, конечно, немножко где-то нечищенные дороги, немножко снизилась скорость легкового транспорта, и поэтому пробка образуется. Но стараемся, стараемся, независимо от погоды, все делать успешно. По информации единой дежурной диспетчерской службы, в отличие от других муниципалитетов, где зафиксировано несколько чрезвычайных ситуаций, в Ленинском районе обошлось без серьезных происшествий. К счастью, эти три дня начала февраля для нас, хоть и запомним их надолго, но прошли без серьезных происшествий. Ни упавших деревьев, как во многих районах Подмосковья, ни оборванных проводов у нас не было. Постепенно техника появляется внутри кварталов, но и здесь в привилегированном положении, и это вполне логично, подходы к поликлиникам, больницам, школам, детским садам, центрам социального обслуживания. По городу Видны определено 28 социальных объектов. По всем этим объектам расчистка была проведена, но учитывая, что постоянно идет снег, уже не один день, повторно будут выезжать наши службы, службы и благоустройства, и дорожного хозяйства, в зависимости от территории. Отрадно отметить, что многие жители Ленинского района не стали заниматься обсуждением работы коммунальщиков в соцсетях, а взяли в руки лопаты и отправились на чистку снега. В связи со сложившимися обстоятельствами по поручению губернатора Подмосковья создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. В ее работе принял участие глава Ленинского района Олег Хромов. Борьба со стихией ведется всем миром. На сегодняшний день задействованы уже более 160 единиц техники. Здесь отдельные слова благодарности строительным, значит, организациям. Сейчас управляющие компании активизировались. С Мосавтодором вчера отрабатывали, были так называемые у нас горячие точки. И вчера, в том числе на штабе КЧС, это в Горках Ленинских, Володарке, Расторгуйская часть, там, где обслуживает Мосавтодор, тоже усиленные бригадами, техники добавили. Пока еще сложно сказать, когда именно будут ликвидированы последствия этого снегопада. По заявлению руководства муниципального бюджетного учреждения Дорсервис, на уборку снега может уйти как минимум неделя. И то при условии, что снег все же перестанет идти. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.